Шалом, дорогие друзья, с вами Яков Шатагин. Мы продолжаем наш экспресс-курс по пиркэйавод от начала до конца. Самое-самое важное, что написано в пиркэйавод. Итак, следующая группа мудрецов, которые получили фору от предыдущих раввинов и праведников. Говорит Йоси бен Йоханан, «Встречай гостей, открывай свой дом, накрывай поляну, чтобы ты был гостеприимным, и пускай бедняки у тебя постоянно кушают за столом». Самые важные заповеди. Сказано про Авраама, когда он общался с Богом, он говорит, «Бог, извини, там гости, я побежал». Принимать гостей, кормить бедных, ну, нет ничего важнее, чем это. В Альтар Бесиха и Маиша нельзя слишком много-много-много-много-много общаться со своей женой. Сейчас будем разбираться, что это значит. И это сказано про свою жену, тем более про чужую женщину. Что это за запрет такой, про который говорит нам Мишна в Пиркэйавод? Нельзя слишком много общаться с женой, потому что кто слишком много времени с ней общается, причиняет себе только много зла и не занимается развитием духовным, и может попасть, скорее всего, в чистилище. Очень страшные вещи. Что здесь имеется в виду? Во-первых, понятно, у каждого в семье есть свои функции. Муж и жена должны каждый заниматься своим делом. Это понятно, очевидно. Нельзя без денег лежать на диване, смотреть сериалы. Это мы все понимаем. Все, кто это смотрят, меня сейчас, они это все знают. Мишна нам говорит, что если слишком много общаться, это тоже большая проблема. Конечно. Просто даже ты пришел с работы слишком-слишко много. Почему? Потому что ты можешь прийти домой обиженный и сказать, слушай, в синагоге Равин давал урок, меня оскорбил. Вот там плохой человек, редиска, больше в синагогу эту не пойду. Сегодня был на работе, был скандал. И ты начинаешь своей жене рассказывать сплетни, которые запрещено рассказывать. Жена потом пойдет, расскажет своей подружке и так далее, и так далее, и так далее. Вся деревня, весь город будут говорить, какой плохой Равин, какой плохой начальник, какой плохой коллектив. Это чудовищно. Говорит Мишна, думай, думай и контролируй свое общение с женой. Потому что это может привести к катастрофе. Это очень-очень важно. Конечно, мы обязаны, и еврейские, и религиозные мужья особенно относятся с требованиями своих жен. Любить как себя, уважать больше, чем себя нужно, жену. И мы это все стараемся выполнить, насколько мы можем. Но нельзя слишком много общаться. Нельзя сплетничать с женой. Второй Равин говорит. Вторая группа Равинов. Говорит он, сделай себе Равина. Мы обязаны иметь кого-то старшего. То есть любой человек, который хочет научиться водить, идет учиться у того, кто уже умеет водить, берет уроки вождения. Хочешь научиться служить Богу? Иди к Равину. Иди к старшему наставнику. Это обязательно. И ты должен вкладываться в дружбу. Дружба это очень важно. Правильные друзья, мы это будем с вами изучать. Самое ценное, что есть. Нужные, правильные друзья, которые могут помогать нам развиваться. И нужно вкладываться, вкладываться в эту дружбу, включая финансовые затраты. Не нужно экономить на друзьях. И всех, всех, всегда суди. Суди в положительную сторону. Мы не знаем, что происходит у других в жизни. Почему-то вот кто-то пришел там раздраженный. Но мы же не знаем, что там было у него дома, на работе. Но суди его в лучшую сторону. И Всевышний будет судить тебя в лучшую сторону. И сегодня третья мишна. Не тай гарбели говорит. Отдались от плохого соседа. Нельзя жить в месте, где находятся грешники. Это очень важно. Уходи от плохих людей. Беги от них, как от огня. Не бери себе в друзья каких-то грешников. Ой, как это важно. Особенно для наших детей. Мы должны смотреть постоянно, с кем они общаются на улице, после школы, в школе. Всегда нужно понимать, что каждое наше действие оценивается. И хорошие наши деяния всегда вознаграждаются в этом мире, в будущем мире. А наши плохие деяния всегда наказывают. Вот такие вот три мишны важнейшие вещи. Никаких сплетен в доме. Думай, что ты жене говоришь. Хорошие соседи, хорошие друзья, хороший раввин. Всех судить в лучшую сторону. Спасибо огромное.